Всем привет! Сегодня мы снова сравниваем два кроссовера, чтобы вам было легче определиться с выбором. Итак, перед нами два очень популярных паркетника Honda CR-V и Mitsubishi Outlander. Продолжение следует... Перед нами Honda CR-V третьего поколения. Данный кузов выпускался с 2007 по 2012 год. И эта машина 2008 года в самой максимальной комплектации с двигателем 2,4 литра. Mitsubishi Outlander. Этот кузов выпускался с 2006 по 2012 год. Перед нами автомобиль 2008 года с двигателем 2,4 литра в очень богатой комплектации, но не в максимальной. Не в максимальной, потому что эта машина может быть с трехлитровым бензиновым мотором. Клиренсу CR-V 185 мм. Это не лучший показатель в классе. В целом, конечно же, для легких вылазок на природу автомобиль подойдет, но не более. Хотелось бы поделиться своим опытом. В CR-V противобуксовочная система настроена отлично, и она действительно очень хорошо выручает. Без нее машина была бы совсем уж городской. Также, по моим ощущениям, угол въезда на CR-V гораздо предпочтительнее для проезда каких-либо препятствий. Аутлендер выигрывает у CR-V по клиренсу. Он больше 20 см. Но задний свес меньше подходит для преодоления бездорожья, так как там висит запаска. Помимо дорожного просвета, Аутлендер выигрывает у CR-V еще и тем, что можно ездить на постоянном полном приводе. Это очень хорошее подспорье при преодолении грязи сходу. В нашем обзоре у обоих автомобилей двигатели бензиновые, объемом 2,4 литра. Оба они цепные и имеют примерно одинаковую мощность. Моторы очень хорошо изучены и достаточно надежны. Популярность Аутлендеру не добавляет вариаторная коробка передач в паре с двигателем 2,4 литра. До сих пор много кто боится данную коробку. Но пересмотрев кучу отзывов об этих машинах, вариатор никто не называет проблемным узлом. На CR-V же обычный 5-ступенчатый автомат. Осмотрим багажники. Оба они не идеальны, так как сидения второго ряда не складываются в ровный пол, но при этом они очень вместительны. У CR-V запаска находится внутри, под полом, и это плюс. При случае она будет чистой. На мой взгляд, спорным решением у Аутлендера является нижняя створка пятой двери. В обоих кроссоверах пассажиры не могут жаловаться на нехватку пространства. Но все же я бы отдал предпочтение Хонде CR-V. Места над головой у пассажиров больше. Также сама сидушка чуть длиннее, и это удобнее. Подлокотник в Аутлендере находится на более удобной высоте. Места над головой и для коленей у пассажиров Хонды больше. Сама сидушка чуть длиннее. Дизайн двух кроссоверов до сих пор актуальный. Но у Mitsubishi, на мой взгляд, он более спортивный. Но все же ему чего-то не хватает. Экстерьер CR-V, на мой взгляд, все же интереснее. Но для кого-то автомобиль кажется грузным и не выглядит так спортивно, как Аутлендер. CR-V не хватает заднего спойлера, который можно установить дополнительно. Оба автомобиля никак нельзя считать суперпроходинцами. Все же это кроссоверы с подключаемым приводом. У CR-V полный привод подключается автоматически при пробуксовке передних колес. Все. Чем-то сможет вам помочь ВСА. Это противобуксовочная система, он же электронный помощник. Давайте кататься. Первая – Хонда CR-V. Несмотря на то, что машина 2008 года, дизайн передней панели смотрится актуально и сейчас. У нас максимальная комплектация и здесь есть все самое необходимое. Но, к сожалению, в сравнении с тем же Аутлендером, в 2008 году на российском рынке Хонда не предлагала у CR-V в качестве даже опции электролюк в крыше. В целом, к эргономике у CR-V вопросов нет. Сюда садишься и такое ощущение, что ты ездил на этой машине пару лет точно. Зеркала удобные, обзорность хорошая. Настроек и регулировок вполне достаточно. На мой взгляд, объем 2,4 литра для CR-V – это самый идеальный вариант. Он и не очень прожорливый, при этом неприхотливый, тянет как надо. Поэтому, если у вас есть возможность и вы выбираете между двушкой и 2,4, то, конечно же, лучше брать именно 2,4 мотор у CR-V. Некоторые владельцы этих машин называют ее очень жесткой. Но тут я не соглашусь. Есть как бы обратная сторона медали. Машина отлично управляется. Каких-либо серьезных болячек у этой машины нет. Я перечитал кучу отзывов. Машина очень надежна. Также она очень ликвидна. И есть такое мнение, что обслуживать Хонду очень дорого. Тут я не соглашусь. Есть личный опыт владения несколькими такими машинами. Этот автомобиль требует меньше внимания. Да, возможно, какие-то запчасти стоят дороже. Но при всем при этом, внимание требуется к ней реже. Итак, вывод по CR-V. Это очень достойный кроссовер. Не зря он так популярен на вторичном рынке. Не зря он очень медленно теряет цене. Если у вас есть возможность, то, конечно же, стоит рассмотреть эту машину. При том, что тот же Outlander обычно стоит дешевле. Итак, Outlander. Дизайн салона здесь выглядит, на мой взгляд, попроще. Материалы менее качественные. Но при этом все собрано отлично. И в машине 2008 года ничего не скрипит. Обзорность в этой машине, по моим ощущениям, чуть хуже. Потому что зеркала чуть меньшего размера. И как-то, по моим ощущениям, стойки немножко мешают все-таки. В целом, ощущения в этой машине, конечно же, другие. В CR-V ты садишься. И садишься, как будто бы, в свой родной автомобиль. Здесь такого нет. Но все равно, ощущаешь себя приятно, комфортно. Есть такие у меня сейчас ощущения. Сел в новую машину и интересно на ней прокатиться. Но при этом, для ежедневного использования ощущения из той машины, мне бы подошли больше. Связка бензинового двигателя и вариаторной коробки передач здесь работает хорошо. Я ничего не имею против вариатора. Я даже больше скажу. Они мне очень нравятся. Но если сравнивать именно две этих машины, то в CR-V, благодаря обычному автомату, у тебя появляется больше ощущения контроля над автомобилем. Если возвращаться к вопросу о использовании этих автомобилей на бездорожье, то, наверное, CR-V будет предпочтительнее. Опять же, из-за коробки передач все-таки вариатор для этого предназначен меньше. В обычной эксплуатации вариатор мне нравится тем, что нет переключений и появляется шикарная плавность хода. Итак, итог по Outlander. Это очень добротная машина. Если говорить о каких-то болячках, то здесь так же, как и с CR-V, проблем я не увидел никаких. Этот автомобиль в целом примерно на 80-100 тысяч дешевле по рынку среди поддержанных машин. Я думаю, почему? Потому что Honda это более раскрученный бренд. У Outlander материалы в салоне чуть менее качественные. И, конечно же, коробка вариатор играет свою роль. Если же подводить общий итог в этом сравнении, то могу сказать, что и Honda CR-V, и Mitsubishi Outlander это два очень достойных кроссовера. Не зря статистика продаж говорит о том, что действительно это так. CR-V, на мой взгляд, выигрывает по мелочам, и именно поэтому она стоит чуть дороже. Но если у вас есть такая возможность, именно добавить, да, то я бы рекомендовал брать именно Honda. Но это, опять же, мое мнение, никому его не навязываю. Но если же денег немножко не хватает, и вы рассматриваете Outlander в качестве альтернативы, то вы точно не прогадаете. Оба паркетника надежные, ликвидные, нет каких-то серьезных болячек у них. И при всем при этом комплектации у них довольно-таки хороши, несмотря на то, что наши машины 2008 года. В общем, еще раз повторюсь, и в случае покупки CR-V, и в случае покупки Outlander вы точно не прогадаете. Кстати, друзья, оба этих автомобиля продаются в автосалоне RDM Import, как вы уже поняли, оба они 2008 года, в богатых комплектациях, с полным приводом и с двигателями 2,4 литра. Всю необходимую информацию по ним вы узнаете на нашем сайте официальном, или сразу звоните нашим менеджерам, и они вам подскажут всю информацию. Если это видео было для вас полезным и интересным, ставьте лайки. Если есть вопросы, пишите их в комментариях. И обязательно, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. С вами был проект Первый Видео Авторынок, Ян Симаков. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok